Привет, парни! Перед тем, как мы начнем, я хочу сказать вам, что это тестовая рубрика. Их из-за понравится она вам или нет. Если да, то поставьте лук, напишите коммент и поделитесь этим видео с друзьями. Также хочу рассказать, что я сделал свою группу в ВК, где будет происходить набор участников в эту рубрику. Если она, конечно же, будет пользоваться популярностью. Также я возобновил и выставил свои услуги с фанпея. И тут есть та самая рубрика, которую сейчас вы смотрите. Только за деньги. Короче, переходим к ролику. Первый день. Уважаемые, 11% точка 1 винрейта, пожалуйста, представьтесь, почему мы имеем такой винрейт, блять? Меня зовут Максим. У меня 3400 ПТС, да. 2000 матчей, из которых 18 на ЦК, из которых 2 победы, да. Ну, по победам, как бы, не знаю, почему у меня все так. Покажи играть, как ты умудряешься лучше. Так, ну вот, последнюю игру даже покажу. Гордые, 1-11. 1-11 и 1-11 винрейта, ну все стабильно. Да, да, да. То есть, я люблю циферку 1. Одна победа в сингл драфте есть, я считаю, это победа. Играл в пати. Заслуженный 13-13 счету. Я считаю, это победа. Хорошо, допустим, последние пару матчей, как думаешь, вот какие причины... Вот 2-3 матча, последние, которые ты узнал, какие причины твоего луза, как ты думаешь? Да, 21-9 сыграл более-менее. Ну, наверное, не знание того, вообще, кого фокусить в драке, потому что... То есть, и начало у меня хорошее было положено, но я просто отдал свой потенциал, когда мы, допустим, даже дрались за Т2 вражеское. И тогда просто незнание того, что куда вообще нажимать кнопки, как бы... Прекомментируй свои тимбилд, что ты купил и почему ты купил вот каждый свой элемент, допустим, от начала. Получается, что я вышел с мида, ой, с линии 4-1 вообще. У меня, то есть, начало хорошее, у меня к 11-й минуте появился армлет. Там я дальше выходил сабельку. Ну, сабелька, это понятно. Далее разбирал, получается, сначала думал насчет того, чтобы купить БКБ с лича. А зачем тебе БКБ тут еще против кого-то собрал? Я собрал против лича, все кнопки сжались меня, включая Баратрум, который там играл на поддержке. Он хоть и 2-20 счету был, он импакт вообще колоссальный вносил в драке. И фокус шел именно на меня. И мы не могли убить траксу, а я до него просто дойти не мог, из-за того, что вот как раз-таки у меня до этого не было блинка, и из-за того, что меня фокусил лич. То есть, он мне не давал нажимать все кнопки. Я просто тогда купил блинк и разобрал. И просто ходил, убивал только траксу, по-моему. Я игнорировал террорблейды с уармором. Ну хорошо, что дальше там по этому давайте? Дальше собрал себе... Ну вот, ладно, Мэш Слеер я собрал чисто потому, что я не знал, что мне собрать на героя было дальше. Ну, это понятно, хорошо. Дальше давай по этому, вот следующий там Сатаник. Зачем он Сатаник? Сатаник в С вообще я брал, потому что как раз-таки личи. Плюс Акс собрал обратку, и мне очень было неприятно бить Акса от того же. И мне нужен был хоть какой-то отхил, потому что в файте, вот как раз-таки, я говорю, фокусили очень сильно меня. Шло все хорошо очень, но потом я собрал, получается, Блаторн. Блаторн я здесь взял просто потому, что, по-моему, собрала, да, Миссы. Тракса, я ее переставал убивать. И потом просто игра закончилась на том, что мы не смогли законтестить следующего Рошана. Допустим, вот я скажу, что этот айтем билд говно, что ты бы поменял тут? Вообще, я бы поменял, наверное, БКБ. Даже не знаю, на что бы поменял, но здесь БКБ, как я понял, потом оказалось юзлис, потому что в любом случае мне надо было просто фокусить лича. Я нажимал, получается, ульту, и прыгал сразу в Траксу, игнорируя вообще других вражеских героев, из-за чего у меня личи как раз-таки убивал. Ой, не убивал, а просто не давал мне убить Траксу. Вывод, ты просто можешь купить тут, сделать закуп через кучу статов и всунуть куда-то нулифайр, и игнорировать БКБ до последнего, где-нибудь пятым-шестым слотом всунуть БКБ, и в случае чего гарантированно пиковать героев. Собрался какой-то очень странный билд. Надо такое. Ладно, давай ближе тогда к игре. Теперь, парни, отречемся от просмотра видосика. Мне подсказали, что парни с КСГРАНа дают 30 баксов просто за регистрацию по промокоду РАН, который вводится в профиле. Также на КСГРАН можно и пополучать шекелей. Например, в режиме КРАШ. Правила игры очень простые. Берем скин, выбираем нужный нам кайф и ждем, пока Челик начнет свой марафон. Если он добежит до вашего кайфа, ты получаешь бабки. Кроме КРАШа, здесь еще есть много других интересных режимов, каждый из которых по-своему классный. Кстати, вывести в играш можно не только скинами с Дота или КСГО, но и реальными деньгами. Залей по ссылке в описании под роликом и используй промокод МАЗУР30 и получай приятный бонус. Удачи! Зафиксируем, что наш персонаж, во-первых, не керри игрок и вообще он играет на миде. Также он имеет всего лишь 18 игр на Хаоснайте с 11% винрайдом. И эти игры были сыграны супер большим перерывом. Также наш герой так и не досужился посмотреть до конца последний гайд Хаоснайта, из-за чего он не в курсе за все тонкости работы спелла. Также он не использовал мою сборку, а взял от Иммертела Файтиша. Из-за этого тут присутствует куча мусора, который я вообще бы никогда не купил. Также он не в курсе, в чем особенность героя Хаоснайт, из-за чего он не понимает, как строить свой лайнап. И также он не в курсе за свой пик силы. Поэтому после первого анализа его катки я сразу сказал ему поиграть хотя бы 5 игр в турбо, чтобы он хотя бы начал нажимать минимально кнопки, сможет додуматься нажать армию перед ультимейтом и так далее. Также я сказал ему подписаться на им сборку на героя, чтобы упростить себе закуп айтемов и не ошибаться с прокачкой. Наша первая цель это просто наградать энерклисты матчей, чтобы потом выбрать пару показательных игр и начать исправлять ошибки. Сейчас будет первая игра, до того, как я начал его тренировать. Непонятно, зачем ты выкачал крит. На втором уровне у тебя всегда стан рифт. Типа дальше ты опять же стоишь пассивно онлайне. Сейчас у тебя почти уже было бы в минуте третьей с половиной, и у тебя могло бы быть уже ПТ. Линия супер пассивная, ты сейчас... А если сделал бы еще один фраг, ты уже бы бегал с ПТшкой блять на минуте третьей. Ты этого акса в начале игры постоянно пиздишь блять. А ты боишься его. Окей, ты подошел к челикам, вздох. Баш прок, ну как обычно. Ты видишь, как его пиздишь, смотри, ничего не происходит. Ты ему фул ебало ломаешь за просто так. То есть ты ничего не сделал, ты просто ударил, у него блять отлетело пол ебальника. Сейчас рифт опять просто, вот. Сейчас вообще убить можно. Стан, стан, стан. Ты убил бы его. Если челокинул бы первый, ты его убивал. У тебя повыше МС, на него будет первый спелл, ты кинул бы станы и убил бы чела. А этого сейчас не происходит. Окей, окей, убил. Прекрасно. В следующий раз ты покупаешь в таких вот лайнах, у тебя казуальная линия. Покупаешь именно площадку, потому что у тебя и так герои сильней. У тебя за просто так 9 брони и 1100 хп. На четвертом уровне блять. Но твои герои, потому что я не закупаю никаких брейсеров, потому что, во-первых, это бусор. Во-вторых, просто их никуда удеть. Ну, потом продавать приходится. Опять, не забудь, не забывай, челек, а пацан, а рифтить. У тебя рифт стоит 50 маны, а ебальник он ломает неимоверно. Не забывай. Ты должен, пацан, разменить противника. Тебе гораздо проще убить противника, когда он без ебала, чем когда он с ебальником. 50 маны всего лишь, 18 секунд, когда я. Дальше. Не видишь, что линия запушена, по идее, отпульт себе сам. Тебя такой пытается, что тебе никто мешать не будет. Сейчас просто в случае чего ты берешь крипов, ударяешь, выводишь их сюда, ставишь себе лайм и кайфуешь. А ты просто подождал, и опять ты стоишь, как у них занимаешься. Дальше, ты тебя вообще пробить нельзя, все кнопки отданы, этот чел мог бы вообще умереть, нахуй. Ты просто нажмешь на него рифт, сейчас тут проходит. Вот этого рифтуешь прям сейчас, ты нахуй убиваешь его. Ты тоже убьешь его, но ты мог бы спокойно забрать соло рича. А я этого заберешь, ну окей. В целом, по-хорошему, ты сейчас просто кулишь лайм, ваш этого типа и просто ливаешь отсюда. Можно тут еще постоять немного, буквально добить армит и уже все было в портал, а не давать черную тп. Дальше уже девятая минута, это уже супер поздний, ну это же время, когда ты делаешь какой-то экшон, типа условный типа. Ты можешь уже попытаться кого-то убить, там в случае чего, либо просто ну типа в супер максимум выкачиваться. Окей, он умер. Пушить тавер за лупа, так что покачался, съебался, забрал эту за лупу, крипов. Попытаешься делать какой-то экшон, прикольно, окей. Убираешь тавер. Дальше, по-хорошему, опять же, сжимается глиф, после него сразу нужно бить. У меня здесь уже не было, я очень тупо умер здесь. Да, умер здесь. Вообще, пушить на 3 КПТС, это такая себе затея. Ты умер. Свои самые сильные пик силы, это армит, пта-сабля и 12 уровень. Если это будет на минуте 15-16, конечно, еще зависит от героев, туда-сюда. Но в целом, это супер-бойпер-сильная твоя связка, где тебе никто, ну, ничего сделать не может. Ты сейчас убиваешь тут вообще любого героя в соло за стандрифт. Знаешь, зачем ты возвращаешься на этот лайн на 15-й минуте? Тут есть Энжи Тарас, два крипы и сложные кампы, еще один камп, еще один камп тут. Типа, в случае чего, ты можешь уже фармить тут, все бы нормально. Зачем тут стоять, не понимаю. Потом, ну, тебя еще убьют, да, но, типа, зачем кто-то вообще стоять, непонятно. В случае чего ты идешь в небезопасное место, что ты тут будешь держать, как ты будешь это место удерживать, просто непонятно. То есть, изначально должен был пойти сюда и бить аншентов. Первый ульт, а это ульта для фарма. Ты сейчас не жалеешь ульт, потому что на тебя как расходить. У вас будет 15-й диминация, все, что ты сделаешь, это не хуя. Ну, да, и не будете хуево реализовывать. Сейчас ваша твоя задача просто по-самому поставить вероятно какие-то вардики, потому что, скорее всего, твои саппорты их нахуй не ставят. Вот сюда поставить, где-то вот тут, туда-сюда, неважно просто, хоть сюда поставить. И находить героев. Ты можешь играть сейчас уже как легионка, типа. Просто в кустах бегать и хуячить героев. По как-нибудь подраться, возможно, забрать Т2 тавер и как-нибудь оформить Торшана. И считай, что ты уже выиграл игру. Знаешь, ты нападаешь без армита, каждый раз у тебя иллюзии без армита. Во-первых, ты не включил армит, а тем не хватило ДПС истов всего. Все из-за того, что я не жил армит, скорее всего, ты выиграл бы эту драку, если бы у тебя армит, блядь, и у твоих иллюзий. Там ДПС было, честно, больше. Герои бы быстрее отлетели, и ты был вырешный по позиции. Опять непонятное БКБ. Типа, сейчас тебе БКБ ничего не поможет. Опять же, бар останет сквозь все на свете, нахуй баши прокуют. Акс агрит сквозь БКБ. В итоге смысла вообще ноль. Чел у тебя почти с керасой. Сейчас просто купишь Тараску. И ты уже супер жесткий. Ну, купил БКБ. И опять же, стик вот у тебя, слоты засораются. По этой причине я не беру всякие там РСБНД, блядь, стики. У тебя слоты засорены. Вот каждый раз у тебя такая хуйня. У тебя так только еле надаст и хватает слот, блядь. Сейчас по-хорошему просто ты подраться. Просто жестко. Опять же, ульта без... Без армита. Ты без армита. Кей, убил героя. Рифтить дровку надо, а не нахуй тебе этот пара, ебан. Как видишь, просто нажал БКБ. Вот, чел уже слоя вообще другого героя. И тебе все равно похуй. Все застанелся. Так что ты опять же, ты видишь, что все челеки сдохли. Тепается лич, это смерть. Почему ты ему не помогаешь, не ясно. У тебя один рифт, чел уже все, умер. Опять же, ты не участвуешь в драках, в которых ты мог бы подраться. С 13 тысяч сейчас можно еще раз подраться. Вы любую драку должны выигрывать. Вы сильнее герои. Вы должны сами начинать просто по-человечески. Это все. Подолучил уже с кадей, тебе, это не такое. Пять героя забраны, есть преимущество. Самое главное сейчас просто опять дойти как-то до Рошана каким-то образом. Можно завардить и быстренько пойти его забрать. И сейчас в топе, блядь, пойти захуячь у Торшана с Кирасой. Ты сейчас должен был скаколить Торшана, пойти по Т2 забрать, забирать себе обжективы. А не драться за просто так. У вас 17 тысяч, сейчас умирает легионка, она дает, блядь, тысячу с чем-то золота за просто так. Тем более против противника, большой кризис противных героев, тебе вообще не затянуть. Честно, наверное, просто молчишь, да, по игре? Ну, вообще не часто колю. Че, должна быть постоянная уверенность и постоянная... Тебе нужно колить, Рошана, и подобные важные вещи, ты керри, кроме тебя, это никто делать не будет. Тем более, ты берешь ответственность на себя, и в целом, если ты лузаешь, во многом, ты будешь понимать, что это луз крейт, дальше умер Акс, позвать легионку, пусть даст ТП, либо пусть придет, прибежит, блядь. Дальше важно ульту унижать на Рошана, в этом носит смысл. У тебя иллюзия, вот смотри, 11, 26, 25, это криты все, 12, 10, 11. иллюзии очень слабо бит по Рошану. Типа, сбил легенз сферу, типа, и Рошан получает минус арморт, это плюс кераса, там, ущербить. Что, ваша задача сейчас просто, ты просто берешь с этим, с этим биллом, и отлетаешь просто обратно. И команде, сказал, не сказал, просто команда дальше дерется, из-за того, что ты не контролируешь своих дебилов, они каждый раз все отвиживают. Опять какая-то драка, тебя нет, там, либо там, либо команда даун, то есть, непонятно, контролишь ты это, или не контролишь. Призывал опять иллюзии, уже третий или четвертый раз, там нету армии там, и тебя тоже нету армии там. Потому что тебе нужно пиздить, в данном случае, почти всегда лича, либо дровку, это единственный герой тебе, который сильно мешает, ну, тебе-то все мешают, он на самом деле, герои противные, но просто лич кидает щиточек, и ты терблайда, блять, вообще пробить не можешь, убежишь нули фаера. Для тебя это еще клиника. Сейчас просто слили, блять, с 5000 творца, просто так, никакого, никакой пользы не получили. Нормально, сейчас просто прыгни, убей ебучего леча, а не акса. Потом, насядь на дровку, а потом уже все остальные. Тоже первый прыгать, а не легионка. Сейчас ты жмешь армлет, призываешь иллюзии, отправляешь иллюзии вот так вот, сам отходишь вот так вот, прыгаешь в леча, потом фокусишь всех остальных. Сейчас из-за этого дровка, просто с ней реально сильно ебашит, блять, по легионке. Треблайт под аурой, по-хорошему дровки, блять, и у него там будет, наверное, брени, блять, 50. У вас опять уже 6000 преимущества, было, блять, недавно 17. Значит, опять же, увидел героев, страшно, жму сатаник, БКБ, не жму армлет, блять, и призываю ульту, без армета. И когда я стану в БКБ, и убиваю чела, а потом я боюсь, похуй, что Треблайт сдох, похуй, что этот герой, когда видит тебя, он тоже писается кипятком, потому что, когда он рядом стоишь, у него падает дамаж, блять, и герой ничего сделать не может, тебе вообще похуй, просто бегаешь, бегаешь и чисто боишься, Акс сдох, ты должен быстренько пробежаться по верхней иконке, оценить ситуацию и продолжить дальше драться, слишком боишься, по-хорошему заградить БКБ на силу, выйти в нуле фаер, и сатаник куда-то, блять, ну, просто неуместный тут, просто съебаться, все вместе сказать, все, парни, уходим, ты остался, команда отходит, ты стоишь крипа, убьешь, блять, еще прилетает туда-сюда, и ты сейчас отдашь опять, ты только-только-только-только, блять, подобрался к Терелблейду, это опять все обратно возвращаешь, у тебя уже миллиардная смерть подряд, еще на 40-ой минуте, еще пиздец, а ты каждый раз, какой-то перформанс выдаешь, который, ну, не играет под этим правилом, время не играть, ну, на тебя, два героя, которые другую еще скейли, это еще пиздец, а у тебя еще опять, просто капотанетворцы, и вы еще даете, ну, просто проебали, опять же драка, блять, идти, не идти, идти, не а, не а, похуй, армлет, ульта, блинг, ты опять слишком долго ждал, тебя слишком долго не было в драке, твоя команда фред ленит, делается правильно, но тебя долго нет, вы эту драку выигрываете, встань вот тут вот, нажми армит, призви в ульту, и просто добей этого героя, и все, да, 4 баи, сейчас выбили эту всю хуйню, сейчас просто добиваешь хоть какие-то герои, и сразу сюда ливаешь, прям сейчас просто ливнуть, что дальше уже каких, ну, функций хотя бы не будет никаких, ну, если бы сейчас вас просто снесут, у вас, потому что самих баев нет почти, еще на верху не выдал, подобный, короче, потому что у вас доминация, потому что челик по байбекались, но они все равно, 46 минута для тебя очень сложная, минута уже, ну, все, но перед тем, кому продолжим, полезная рекомендация, все мы любим классные, красивые скины в доте, но есть маленькая проблема, все они чертовски додгие, ну, вот, например, я хочу купить себе самую простую шмотку на хаоснайты, которые очень классно вписывается в весь мой сет, и знаете, сколько она, блять, стоит? Правильно, 1900 рублей за одну, блять, шмотку, допустим, ты, как и я, купишь эту шмотку, но, как обычно это бывает, тебе забанят твою сигну, и что дальше? Опять пикай кого-то нетого героя, и бегать с дебильным и убогим сетом? Да не, как-то впадлу, именно для этих целей и существует оверплюс, все просто, чтобы постоянно не покупать на всяких героев шмотки за фуипами сколько, ты можешь просто купить одну подписку на оверплюс и получить все скины сразу. Мало того, кроме всех скинов, ты можешь еще выбрать себе ландшафт и все виды аркан, и даже личности, как-то на квапу или на антимага. Теперь посмотри, как это выглядит у меня. Я выбрал вот этот красивый розоватый ландшафт и накидал сюда вот эту погоду. И вуаля, как дота моментально преобразовалась. Короче, если ты, как и я, хочешь, чтобы твоя сигна и дота в целом выглядела красиво, переходи по моей ссылке в описании и регистрируйся по моему пауэромкоду Мазур. Симты в лучшем 14 дней халявного пробного периода и, конечно же, 30% скидку на подписку. Удачи! Сразу стало понятно, что у нашего героя были большие проблемы с айтембилдом, и он часто спрашивал меня, что купить на героя. Также он часто пытался придумать велосипед. Как-то почему бы мне не купить Сашу Яшу или Манту, или почему бы мне не грядить Гарпун и так далее. Поэтому сказал ему, что нужно, во-первых, пересмотреть все мои гайды про айтемы, а именно про Блаторан и Скаде. Также я сказал ему прочитать каждое описание всех айтемов, которые есть в моей сборке. Также я ответил на его кучу вопросов по поводу айтембилда. Что, когда и после чего покупать? И зачем нужен тот или иной айтем? После чего мы начали спидранить матчей, где главная задача была подобрать правильный айтембилд. Также я добавлял туда свои комментарии, чтобы он лучше понимал, что почему покупается и с какой целью. Дальше, из-за того, что Хаснайт агрессивный лайнер, я рассказал ему то, как правильно вести себя на лайне, что нужно коммуницировать с саппортом и что нужно за единицу времени выдавать максимум кпд. Есть рифт, можно покарать противника. Лайн запушен, можно подолбить крипочек в лесу и так далее. Поэтому у нас было всего две цели. Первая, научиться хорошо ставить лайн. Вторая, смочь подобрать нормальные айтемы. Ведь основа всех основ при игре на керри это правильно подобрать айтембилд. Ты айтемы всегда подбираешь. Каждый твой айтем есть пару базовых айтемов. Все остальные ситуации. Есть бабочка, ты пупаешь МКБ. Есть Медуза, можно взять Алибарду и можно выйти даже в Тараску. Но Медуза это твой полный контрпик. Ты вообще как-то героя нужно каким-то образом доджить, как-нибудь умудряться, я не знаю, что делать. Тебе лучше сконцентрироваться на остальных героев, но не на Медузе. Ты в большинстве случаев ты мактрахер. Ты в большинстве героев просто у себя немножко усилил, решил некоторые проблемы и в целом ты особо ничего придумать больше не можешь. У тебя Инвиз, покупается Инвиз для того, чтобы 100% гарантированно задолжить все возможные эскрепы и дать стан. Подошел к челу, дал вплотную стан, призвал ульту, рифт, убил нахуй. Все. Вот зачем тебе нужен Инвиз. Еще этот атак спид, который он тебе дает. Все другие цели Инвиза не существуют. Я никогда не грейджу Инвиз, почти никогда. Ну что, во-первых, он в лайте слабый, конкретно на хайснайт он залупа. Тебе обычного лотара хватает на очень долго, почти на всю игру. И редко ты его можешь сгрейдить. Про ошибки, первая ошибка, опять же, блин, Инвиз, это, забудь, это, опять же, ты решаешь проблемы, блядь, героя. Ты думаешь, что тебе не хватает, ты дополняешь героя. У тебя базовый, базовый айтем, это ПТ-армия, цапля. Что ты, видишь там, ловкачей условных. Что это? Это правильно, это Блаторн. Почему Блаторн? Потому что они купят бабочку. Почти все ловкачи, почти всем им заходят бабочки. Кто не купит? Этот не купит, этот купит, этот, вероятно, купит, этот тоже купит, 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 купит 100%, 100%, 100%. Этот лингенсферу возьмет, этот лингенсферу возьмет, этот лингенсферу может взять, этот лингенсферу возьмет 100%, этот лингенсферу возьмет. То есть, ты же понимаешь, что герои обычно покупают и предварительно об этом думать и закрывать эти проблемы еще раз. Все. То есть, у тебя другие функции, Блаторн 100%, тут нужно много скорости атаки, БКБ. Блинк на силу, я думаю, Блаторн какой-нибудь, Кираса, что-то такое куплю, и БКБ. Смотрим, что я, может, ошибусь. Просто нужно много скорости атаки, потому что ломать яйцо. Тут все герои особо, ну, булки, и вот пришлось вот это купить. БКБ против много магии, этот сильно пиздит магией. Блаторн против этого еще, потому что он купит бабочку. Дальше дублинк на силу, ну, и тут еще Скади. Я купил быстрый Блаторн, потому что я хотел очень много чел... Ну, мне нужен был Сайланс против Феникса, потому что он боится его. Вот, я решил проблему. Он не уходит в яйцо, этот боится Сайланса, этот боится Сайланса. Мишку можно закрыть. А, ну, Блаторн 100%. БКБ... Тут дефолт на этой билд, максимально дефолт. Ну, БКБ, Блаторн, Блинк... Кираса тебе просто хороший айтем. Ты его покупаешь, потому что он слишком просто хороший айтем. Ты силовик. А? Скади. Скади, тут раз, два, три, четыре, пять дальников, ну, пять дальников. Это получается... Конечно, Скади. Скади, Армлет, Блатторн, БКБ, Кираса... Блинк на силу. Блинк на силу. Возможно, нулифайр куда-то всунуть, я не знаю. Ну, если да. Все. Типа, что-то по команде помогало. Это с Хисом, с Аганем, тут еще чел взрывается, Хиксы тут есть. Еще чел взрывается, то есть все. Ну, а, по-моему, этот чел раньше Скади купил. Я тут вторым собрал, это такая себе затея. Ну, просто у меня чел Скади забрал, и я купил бы, скорее всего, Скади Кирасу, вероятно, либо Скади Блатторн, но у меня чел Скади уже сделал, поэтому профитность упала, так что Павлу было делать. Что мы видим тут, куча героев, этот боится Скади, Блатторн, Скади. Ты что не придумаешь, опять же, тоже дефолтный этим билд, пример, то же самое, единственное, что я взял невиз, потому что Макака боится всего тут. О, нахуй ты НКВ сделал. Ну, у вас, это и не, Пашки. У тебя есть возможность сделать сильвер? Ну, как по мне, сильвер не такой... Ты не хочешь НКВ, у тебя брони нет теперь, как ты будешь ее убивать? Ты говорил, что Макака, ты в всех своих видосах разговаривал, что ты рассказывал, что ты этим дремом покупает в самую последнюю очередь. Там есть еще Dragon Knight, которого сложно пробить, и против него тебе нужно... А, блядь, он даун, ладно. По-хорошему, ты еще пассивку можешь отключить. Скади нужно взять, тут есть Dragon Ball Дедальников. Ну, да-да-да-да. У нас Амперизма встроенный, вот этот есть, а этот есть. То есть, надо было собрать по СШБ Скади, и потом сильвер выйти? Тем более тебе заградить сильвер, это просто 2400 Макака, это 5000. Непонятно, точно, как же с Блатторном, ручья хуйня какая-то. Тут вот и выиграл, да, окей, прекрасно. Милл нормальный, в принципе, я сделал бы так же. Сейчас вот вся хуйня, БКБшка, инвиз, дальше там что-то БКБ, Скади, окей, нормально, так и должно было быть. О, надо бы, о, додумался, отлично. Пол ебал, если он вот за просто так, нахуй челу, просто стоит, уже дрочит. Пситман и ебал вот за это, и говорю. Почему вообще стоит браклит? Мы его здесь убивали, мы его здесь... А, мы его бьем здесь, но просто как-то тупо получилось, что он на лечении кранда подошел, и я за ним за это и долго бегу. Ну вот охуенно. Смотрите, я почти фулмана, блять. Никакая не сделал. Вот, 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 третья минута, у тебя уже ПТ есть, где третий левел и ноль мусора. Вот поэтому я беру этот айтем бит больше, просто не ебать лишний мусор, ну, шмотки себе кухню, вот. Нормально, на лане я не хочу че делать, пошел долбить лес. Заебок. Каждый раз встречаешься, просто не умирать, добить свой армят, набить пиксилы, и с инвизом трахать всех. Что же делать нехуй, у тебя шестой уровень, зачем ты тут дефнешь, непонятно. Ты потратил я время не стал, а облад съебаться я бы стал. Не забывай покупать почаще маску вначале, если у тебя друг мана кончилась, вот так вот, и можешь купить сюда эту. Дальше, сюда вот дефать не нужно, тебе нужно идти вот сюда вот, и забирать айтем, плюс еще одних айтем. И с аксом по-хорошему прогонять урс, либо там просто, не знаю, пусть акс просто идет нахуй куда-то. Тебе нужен очень уровень. Опять же, каждый твой мув, ты оценишь его с точки зрения сдержек, ну, проблем, и все, что ты можешь получить. Сейчас мув хороший, ты герой в боте, надеюсь, ты подумал, увидел герой в боте, думаю, сейчас мы можем сломать мид. Я там, по-моему, дал, там глис нажали, я ушел, потому что один, по-два. Пять айтем, так тебя долго нет, а ты без двенадцатого никого убить не сможешь. Но ты поздно пришел на айтем, так опять же. Мог бы уже быть где-то уровень тринадцатый, может быть двенадцатый с чем-то. То есть, типа, у меня в приоритете айтем. Конечно, тебе нужен просто, ты пиксилы армии, битэ и сабли. Чем быстрее ты каким-то образом до этого всего дорываешься, чем быстрее ты получаешь все, что тебе нужно. И вторая ульта, это уже все, ты его пиксилы, ты используешь его для убийства. Первая ульта, это разогнаться до армии сабли. Сейчас, смотри, как только ты ему ебал из него. Сейчас этот герой умирает, если было бы ты рядом. Чего, у тебя 150 умножим на 3, 400 дпс с ударом. Дальше минус армор, криты, еще 80 твоих урона. В короче, очень много дпс, очень много. Ты почти тело рифтуешь, зайти в лобби по тесте, возьми хаснайта 12 уровня. Ты забываешь за этот ебаный армлет, я в ахуе просто. Ты должен его включать всегда, когда просто видишь противника. Увидел противника, включил армлет, я не знаю, как ты забываешь это делать. Тпшки опять нет. Сейчас членники кмопки отдали, можно было в джектора легко убить. Китак их убивает, прекрасно. Ну, игра отвиживается, у вас все хорошо. Ну, по-тому кое. Пыдет на них, и он бегал. Ну, пока у тебя чем-то, вообще-то, сейчас пока что герой выглядит супер легко. Добей шард, начни убивать бомжей, выйдем в БКБ, выйдем в Керасу какую-то. Кераса с Кадей Блаторн, вот когда-то там может быть блин, на силу, что-то такое. Чем ты берешь блин, когда у тебя есть уже невис? Ты уже решил проблему с тем, что... Короче, ультой за доджет я первый раз переобузил, а потом, короче, я не смог, и да. Ты обобуз, блядь. Там же при этом еще периодически урон идет. Я тебе говорю, цик-цик-цик, и, блядь, сильный удар, блядь. Посмотри, смотри на хп. Вот, видишь, видишь. Раз, два, три, четыре, и на пятый взрыв сильный. Ты просто, блядь, ты должен в голове себя подсчитывать. Раз, два, три, переключил, бум, и ты именно на этот взрыв сильный ловишь, блядь, с армлетом. Точно так же с ядом, кем угодно. Любой яд, это почти всегда одна секунда. Что быстрее, это быстрее одной секунды. Если изъебаться, можно переключать армию даже под ударами в армию. Ну, я так не умею. В целом, хуйню вичдоктора очень легко обузить. На хуй это берешь блин, непонятно. То есть, прикол в том, что ты с инвизом и шарном просто отдаешь полты по факту всегда под ддшкой. Подошел плотную, дал стан, и ты какую-нибудь лину убиваешь за стан. Бля, не знаю, ну, скорее всего, может даже лину. Дальше, рассабля разобирается на ДКБ, выйти в кирасу, а дальше уже смотреть по игре. Опять же, что-то там, что это такое? Ты купил блин, но опять-то, я его даже не чувствую, что у тебя есть. Вот, ты видишь агр, ульта, блин сюда, рифт Лины, стан этого дебилоча, либо наоборот. Забрал двоих, ты уже тут выигрываешь драку. Ты просто кнопки опять хуево нажал. Опять откидываешься. Акс дал хорошо кнопки, но ты просто, блядь, балбес опять все проебал. Сейчас убил бы двух героев, и драка уже выиграна. Ну, тебе эти герои ничего не сделают. Бесполезная Сенч, ты думал, что Лина собирается что-то там в кора, блядь. Ну, ты же видишь, что он уже с Линзой бегает. Какой нахуй кора? Это что, молния Линза, блядь, или что это? Ну, вообще, не, я Алибарда против Фруксуса собрал, потому что у нас как-то Иул не собрал. Это ты просто открываешь ротик, говоришь, соберите, блядь, Иул, и Алибарда, и бучу не делаешь. У тебя Алибарда, первое, она стоит маны, у тебя, блядь, 600 маны. Посчитай. 160 плюс 125, сейчас ульта будет третья, 175. У тебя вообще талант на стан, блядь, что ты будешь делать с этой хуйней просто, я не понимаю. Уса боится пару айтемов. Во-первых, она боится Хекс Орчеда, и боится она Юла и Кайта, типа. Ну, вот что она боится. По итогу игра сыплется, потому что ты не успел взять ее под контроль. Ты хуево нажал кнопки туда-сюда, купил говно какое-то. Где твой шарт, непонятно. Шарты вы вообще выбивали за игру, блядь? Не выбили, почему? Хотя у тебя герой хорошо убивает шарты. Минусомор, сильный крит, хорошие статы. Тебе, опять же, ты видишь этих героев, у тебя магия, стан, стан, стан. Это очень противная хуйня для силовика, вообще пиздец. Тебе аркнет, и вообще себя уничтожаешь. Стан с километра, задувка, ульта. Стан карапасы, блядь. И типа, ты сейчас собираешься покупать какую-то ебаную алебарду, чтобы заткнуть урсу под ультиматом на полторы секунды. Длительность на мили героях 3, под ультиматом будет полторы секунды. Ебать, ты купил айтем охуенный. Точно так же, ты ловишь героев постоянно где-то на соло-лайнах. Смотрим, что происходит сейчас в боте. Лина. Это означает, что ты видишь, вот сюда отдаешь блинк, пиздуешь, пиздуешь сюда, ждешь инвиза, возьмешь уже в ульту, уходишь в инвиз, отводишь иллюзию счета, сам проходишь вот тут, вот эту лину убиваешь. Мы можем на 4, блядь, плюс еще герой. У тебя такое дебэ, что она умирает сразу. Почему это уже не произошло? Ты его сейчас должен был убить и снести, ну и получишь сейчас тысячи и полторы золота. Ты должен героев убивать, пока они не собираются вместе. Эта лина, это герой говна. У него, блядь, 24 брони, это много, но хп 3400. Ты его героя снесешь легко, соло. Можно аппарату сказать, что ему кинуло льту предварительно, но функций у тебя много. Ты опять проебал. Пока герой, ну, тебе смотришь, где челик показывается, ты когда линию запушил, это ты не отходишь от линии, это наоборот, ты вероятно стоишь дальше, идешь пока и кто-то придет сюда дайвать эту линию, вот эту линию эту запушил, типа ты фейкуешь, что ты отходишь, сам стоишь в пустах, нажал армит, нажимаешь ульту, ну, блядь, когда ты увидишь топяшку от героя, уходишь в инвиз, там, аккуратненько подтягиваешь иллюзии, даешь встан рифт и убиваешь героя и уходишь. Вот зачем тебе инвиз. Либо с блинка это можно сделать, ну, лучше всего с инвиза, это супер надежно. Опять же, и кто-то не покупает юл, это твоя проблема. Ну, типа, открою рот и по-человечески, у меня есть гайд, другой нормальный, как общаться с людьми. Ты должен говорить четко, ты должен, опять же, посмотреть на видос, как полить команду, что-то такое, блядь. Он сейчас, долбоеба, видишь, во-первых, ты пока идешь к нему, ты каждый раз его прокликиваешь по шеверсу. Идешь, смотришь, что он там. Сейчас вышел в инвиз. Что ты его убиваешь, что ты живешь? Я сожду, пока тьмы это поведут. Да просто напади, ужат, все рядом, блядь. Акс прыгает, я уже. Все рядом, нахуй ти Акс. Все, нормально. Вот здесь я тут умру. Просто отойди, отожми армлет. Просто вот сейчас вот так вот, отойди, отожми армлет, подожди всю хуйню, подойди еще раз, там будет шард, вернись обратно, опять напади на него. Ты просто все ебало схавал под этой хуйней, за которую я тебе говорил. Но опять, и дальше, ты настрял себе в слоты, какой-то, вот как ты дальше будешь играть доту, скажи, вот что ты дальше будешь покупать. Тут вот блатурн, вероятно. Тут что, блик на силу, тут бкб. Где-то вот атакс пить, то есть, ну, блядь. Сильвер оградить или что? Нахуй я тебе эти два, эти... Вот просто три слота взял себе, засрал. Армлет продавать? Насрал в слоты себе, непонятно, как ты дальше будешь играть. Ты не решил ни одну проблему героя. Сейчас твоя проблема просто, ну, тебе уже нужно тут оградить блатурн, потому что у тебя уже слотов нет. Все. Либо продавать какой-то айтем, ну, вот это как-то, как-то не залупа. То есть, изначально залупа придумал, теперь вот знаешь, как играть буду. Ну, вот и прошли все дни тренировок. И наш главный герой получил прирост по ПТСам. После рекалибровки. Что, кстати, удивительно. Ведь до этого момента он еле выигрывал матчи, и ему по какой-то причине почти не давали играть на Хаоснайте. И он был постоянно в бане. Что странно. Ведь даже если у противника был Овервульф, то я удивлен тому, что он каким-то образом банит Хаоснайта. Ведь стата нашего Сабжа, это жалкие 20-30% винрайта. Также сам герой не пользуется популярностью. И в соукопности со всеми факторами, я реально был удивлен тому, что по итогу вышло. Короче, погнали. Дабл баш. Классно. Наш герой разменивается. Надо такое. Замечаю, на самом деле, мы то, что наконец-то, даже поставившую достаточно обычную линию, у нашего героя появляется ПТ на третьей минуте. 3.30. Теперь у нашего героя 1000 ХП. Не засранные слоты. Есть танго туда-сюда. И наш герой сейчас очень быстро выйдет в еще одну перчатку. А для такого героя, как Хаоснайд, это очень быстрый пауэроспайк. Смотрите, сейчас будет где-то 4-ая, либо 5-ая минута, и у него будет уже перчатка. Если он играет аккуратно, пока что без воебонов, то есть он фул ХП, его еще и трогает. Сейчас будет фраг. Дальше будет опять же. Он грамотно нажал рифт, да, перед тем, как таргет сначала отошел, его и кинул в стан. Единственное, что он ПТ не переключил. Просто обычная раскачка, разгонка, туда-сюда. Саппорт-саппортит, типа классика. Дальше будет классный момент. А, нет, нет, не совсем тот. Просто убийство. Самое важное то, чтобы 9-ая минута, вместо того, что ПФК ставить на лайне, дрочить письку, туда-сюда, наш герой сразу нажимает ультимейт, не жалеет его, как это делало раньше. И начинает бесконечно фармить. Дальше сейчас будет еще один прекрасный момент. Во-первых, у него сейчас докупил себе маску. Делается для того, чтобы каждый раз компенсировать себе отсутствующую манарегену Хвастнайта. Лайни стоит. Все, ловит чарж. Доджит ультой. Первый спелл Баратрума. Ловит весь дамедж. Помогает Попа. Убийство героя раз. Второго тоже убьют. Дальше наш герой отходит. Обузит армик. Понимает, что ситуация подконтрольная. Понимает, что он выигрывает драку. И, наконец-то, он возвращается. Включается армик. И просто дается станчик. Обузится армик. И добивает еще одного героя. Только с нихуя он сейчас убил по итогу троих героев. Понятно, что ему помогли. Но в целом, да? То, как переключил раньше он армик, это был просто пиздец. Самое важное, самое важное. Что делает обычный керри? Сейчас он, блядь, дам ТП на базу. Если у него было еще... Опять же, из-за того, что он купил себе маску. Из-за того, что выпала ему шмотка. Сейчас обычный керри просто дал ТП на базу. Он потом с базы возвращался. Наш герой приходит, стагает себе энчетов. Нажимает риф на большого крипа, чтобы быстрее их зафармить. И начинается сейчас супер классный и долгий фарм энчетов. Спокойно себя обузит армит. Постоянь нажимает риф туда-сюда. Чувствует, что у него сейчас будет 12 уровень. Добил мне резку. Дальше отошел, потанчил дэмэдж. Нажал армит туда-сюда. Просто сейчас побегает. Опять же. Подобузил армит. Удар. Забузил еще раз армит. Отошел. Дальше в мини-карте мелькнула дровка. Он читает ее маршрут. Понятно, что сейчас запущат эту пачку. Пойдет бить легкий кэм. Он прочитал ее маршрут. Вот он ее встречает. И смерть. Хуякс. Плюс 400 с чем-то гривен. За просто так. Дальше наш герой чувствует силу. Тут тавр был уже прокосан. Он добивает его. Смакай, но тем не менее. Убийство героя. Прекрасно. На 3-ка ПТ забрать Рошана. Это неимоверная сложность. А он уже делает это на 20-й минуте. И самое главное. Забрал. Он сделает это дипломатично. Точно так же, как я ему рассказывал. Для забора Рошана нужно забрать 2 тавр. Он забрал еще один 2 тавр. Он не тратит ультимейт. Наконец-то на забор Рошана. Жмется постоянно рифт. А будет даже ПТ-шка. Туда-сюда и просто забирается Рошан. Все. Классика. Дальше, дальше, дальше. Мы сейчас увидели, что он нарисовал то, куда он хочет идти. Кстати, это очень полезная штука. Вместо того, что тысячу раз что-то говорить, просто берешь контрол, рисуешь на карте то, что тебе нужно и все. Он нарисовал стрелочку просто, насколько я понял. Дальше, опять же, чувствуется сила героя. Очевидно, что этот герой 100% сейчас умирает. Есть проблема. Праймал Бипсу успел нажать Блодмейл. Дальше, опять же, вот этот момент. Чувствуется чардж Баратрума. Он включает Армид прямо перед столкновением, чтобы втанчить дамедж. Хорошо, опять отошел. Опять же, сжимает Армид. Побил крипов. Замечает Мереско. Потому что просто чувствует, что дамежа нет. Из-за того, что Мереско проебала свой астрал, он просто берет и убивает. Опять же, отходит. Бузит Армид. Из-за этих стрел. Ебашит еще дровку. Опять же, кидается с базовый стан. 3 секунды, блядь. Минус дровка. Дальше, наконец-то, пробегается. Замечает, что героев дальше нет. У него Сегис, он чувствует силу героя. Вот еще и бабочку. Бабку чисто хуякс. Станчик, блядь. Третий герой. Даже от него третий. Четвертый Баратрум. Вот и все. Если раньше он, блядь, не мог просто Армид нажать, то сейчас он уже бежит просто и с Армидом всех разъебывает на изичах. То есть, понимаете, сейчас вот смотрю. Некоторые решения там, я не совсем с ними согласен. Я что-то на себя поймал на мысли, блядь. Что-то где-то я такое уже видел. То есть, это я просто подумал, что это мой геймплей. Думаю, какого хуя. Типа, все предметы куплены, все веточки есть. Что-то там лаинге что-то делает. Думаю, бля, пиздец. На хуя свой реплей открыл, оказалось, что это мой подписчик. Конец Эгиса, он заходит на Рошана и фидится тем Эгисом. Что максимально правильно. Следующий момент. Он не тратит БКБ, как он оделся Эгисом. Он сначала сдохнет. Потом возрождается. Жмется сейчас ульта по-хорошему. И все герои наху умирают. Минус снэпка, чикс. Умрят, не умрят. Умер. Отлично, все. Дальше, следующий герой. Опять же, самое главное тоже, я тоже говорил ему. Не жать БКБ суперранно, КБ. Когда он бьет героя, чувствует байбек. Увидел полет снарядами резкий. Уж тогда он нажал БКБ, чтобы убить нашего промел бипс. Он его добивает. И самое главное, никуда не даевать, не выебывается. Просто переезжал, приобузил армлет. Ушел в инвиз, отошел. 34 тысячи доминации. Наш герой все равно не выебывается. И на самом деле это правильно. Сейчас умирает любой герой тут. Это две тысячи золота и миллиард, только это просто. Опять заход на граунд. Смерть Эггисом. Он хавал все кнопки. И сейчас начнется реальный файт. Успел нажать армлет, нормально. Скинули лотос, просто умерла снэпка. Самое главное, опять же, тоже. Еще не давит в трон. И он забирает, делает мега крипов. И только аж тогда он заходит и заканчивает игру. Что максимально правильно. И в конце концов он заканчивает игру с 44К доминацией. Боже мой. У меня, короче, максимум был Легенда пятая. Там властелина... Ой, там мне буквально там 60 ммр, по-моему, не хватало до властелина. Я психанул, короче. Я потом лустриг словил. И это мой первый властелин. Причем он практически второй. Потому что мне буквально двух... А, нет, одной игры не хватает до второго властелина. Охерень. Одна игра до 4000 в ахере. У меня таких цифр в жизни не было, я тебе говорю. Ну, это бобус прокачался, получается. Наверное. Так я еще и на керри более-менее стал играть. Я тебе говорю, ты ж помнишь меня прошлого... Ну, типа, я же на миде играю. Я все время мечтал на керри пересесть, но у меня просто не получалось. Я просто... Причем, знаешь, ну, типа, начало у меня полнейшего говна. То есть я играл, играл, знаешь, как будто, блядь, на работу ходил, типа, играл, 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 играл. И все лузы были. Вот, луз, 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 луз. И потом просто после катки на антимаки часовой я запускаю рекалибровку. И просто за 15 игр только три раза проиграл, брат, тихо. Это вообще, это... Я не знаю. Ты на мой пятиугольник посмотри, это просто я талант. Это... Ну, так и должно быть на хайс. Боже мой, я всем уже похвастался. У меня же... Мы же пацанами, блядь, вместе играли. Да, я теперь самый хайранг среди них. Талантище, талантище. Хотя бы какой-то импрув, знаешь, сколько? Было у меня 3... 460, по-моему, да? 520 ПТС. 500 ПТС в плюс. Что ты вообще чему-то научился, как ты думаешь? Во-первых, я наконец-то научился стоять линию. Потому что... Ты помнишь, как я стоял, во-первых, вообще на любом чаре. Вообще на любом герое я всегда лузал линию на керри именно. То есть я когда переучился на керри играть, я решил попробовать на керри. И у меня там, по-моему, вообще, я не знаю, у меня так не шло все. То есть, типа, я просто не мог ничего сделать. И причем, знаешь, я стал линию стоять либо стабильно, ну, типа, либо ровно, либо выигрывать ее. У меня нету вообще, по-моему, ни одной игры, где я ее слил. Только на троксе, по-моему, ее слил. Это специфичный. Ну, типа, не, на ЦК, на ЦК я, по-моему, вообще, я не помню даже, когда я последний раз линию проигрывал. Научился более-менее соло фраги делать, я почувствовал силу героя. То есть, типа, сейчас я, ну, соло начал выходить. То есть, я уже понимаю, когда мой герой сильный, когда, типа, стал раньше Рошана колить. То есть, типа, ну, не раньше, а типа, вот, когда нужно, это именно реально нужно. То есть, когда мы можем. У меня по фарму более-менее все стало сейчас нормально. Я хотя бы крипов научился более-менее бить. То есть, я не знаю, у меня раньше какие-то там, сейчас более-менее все стабильнее стало. То есть, вот, по итогу кнопки жать, ну, это, типа, с опытом приходит, понятное дело. Это пришло. Плюс, я не знаю почему, типа, начал более-менее сейчас на других керри играть. У меня, по-моему, Пэл вообще ебанский был. Сейчас вообще стал отлично играть. То есть, типа, любые чары сейчас для меня на керри, это вообще халява. Плюсов до хера. До хера опыта набрался. Коуча. Вообще, за неделю, я не знаю, у меня голова не лопнула. Более-менее стал стабильные билды нормальные собирать. То есть, раньше, если я там раз в 20 игр смог один раз, забрал нормальные билды, то и там по чистой случайности. То сейчас хотя бы более-менее стабильнее стал это делать. Потому что раньше я там, помнишь, я собирал шабе-блинг. Там шард не покупал на 50-й минуте. У меня его не было, я бегал без шарда. То есть, сейчас у меня все постабильнее стало. Вот эти пять игр, по-моему, они вообще там... То есть, они игрались чисто, знаешь, как по шаблону. В плане того, что, типа, я играл-играл-играл, понимал. Там наступало время, когда мне нужно было определяться со шмотом. Я это определял и по итогу выигрывал игру. Все. Забирал Рошана, колил, типа, это и забирал. Стал чаще колить, кстати. Тоже хороший. Раньше прям я думал, когда собирать, типа, допустим, что раньше, нулик или собрать, там, или, допустим, ту же, Блатторн тот же. Сейчас это у меня вообще вопросов никаких не возникает по этому поводу. Ну, короче, как-то так, чуваки. По итогу, гордые 4 тысячи практически. Ну, все, да. Ну, все, короче, чувачки. На этом видос недавно заканчивается. Всем ба-ба. Субтитры сделал DimaTorzok